Добрый день, уважаемые! Опять очередное видео. Как всегда, что не пчеловод, то новые методы пчеловождения. Возможно, это вас заинтересует. Прочитаем такой метод. Называется «О пределах брачного полета маток и трутней». Это произвелся опыт в Канаде. И каждый пчеловод, который занимается пчеловодством, он всегда знает, что качество маток зависит от трутней, которые находятся в пределах его пасеки. Так какое расстояние нужно иметь пасеку от пасеки, чтобы содержать элитных, качественных маток именно в вашей породе, которая находится на вашем участке. И проводили такие опыты, насколько далеко матка летает на спаривание с трутнями. Итак, это небольшая статейка. Я думаю, она вам понравится. В Канаде, провинция Онтарио, вблизи Утне, в местности, где не было пчел на расстоянии 65 километров в радиусе. То есть это была хорошая опытная. Деляночка такая, пасека, точок. На расстоянии в радиусе 65 километров, это 120 километров не было пчел. Решили произвести опыт. Для опыта взяли линию пчел с семьи с трутнями и неплодными матками. То есть были семьи с трутнями, которые отцовские, и были неплодные матки, которые были, по-видимому, внуклисов. Сейчас прочитаем. Которая характеризуется особой коричневой пигментацией тела. То есть не желтые, а коричневые, темные. Этот признак является рецессивным, поэтому случаи включения в процесс спаривания трутня и других линий, кроме подопытных, легко могли быть обнаружены при анализе потомства. То есть если бы матка спарилась с желтым трутням, то и потомство проявлялось бы желтое. Опыты проведены в течение августа и начала сентября 1955 года. 20 семей с матками названной линией были поставлены в одном месте избранного изоляционного пункта для вывода трутней. Неплодные матки внуклисах были расположены на разных расстояниях от семей с трутнями. То есть отцовских семей было 20 семей, где были хорошие трутни. И также имели неплодные матки внуклисах. Тут они написали, что привели таблицу, я немножко прокомментирую попозже таблицу. И все результаты опытов свели в таблицу. Из таблицы видно, что некоторые матки спарились даже в том случае, когда их семья находилась на 18,5 километров от пчелиной семьи с трутнями. То есть это о чем говорит? Что матки и трутни на таком расстоянии 18 километров находили друг друга. Откладка яиц в семьях, находившихся на расстоянии 14-18 километров, то есть до 18, с 14 километров до 18, началась позже, чем в семьях, расположенных на расстоянии 7 километров и 11 и 12 километров. То есть этим доказывается, что на дальнее расстояние между семьями с неплодными матками и семьями с труднями встреча маток с труднями замедляется. То есть если, по-видимому, матки стали позже откладывать яйца. Почему? Потому что они раз полетели, не нашли трудней, второй раз полетели, не нашли трудней. И по-видимому, у них круги общения были маленькие, круг нету, потом больше круг, потом больше. И до 18 километров они имели возможность летать. А что же дальше потом? Ни одна из маток в семьях, находившаяся на расстоянии 22 и 25 километров от пасеки с труднями, не спарилась. То есть нуклеус отнесли на расстояние 22-25 километров, и уже матки не могли долететь до семейства с труднями. И они не могли спариться, хотя прошел этот период времени, в течение месяца. На основании приведенных опытов автор рекомендует располагать изоляционные пункты для спаривания маток, по крайней мере, на расстоянии 14 километров от семей с неплеменными труднями. То есть, чтобы пасеки были разделены между собой не меньше 14 километров. Вот. А если 18, это вообще прекрасно. То есть, теперь посмотрим, что говорит нам тут таблица. Это уже оконченная статейка маленькая. Итак, расстояние нулевое. Нулевое расстояние. То есть, это пасека. На ней находятся отцовские семьи и трудневые семьи. Вернее, трудневые отцовские. И нуклеусы стоят тоже на этой пасеке. Значит, какой у них был процесс? 9 семей в нуклеусах. И оплодотворились все 9 на 15 день. Уже начали яйцекладку. То есть, через 15 дней все 9. Это один эксперимент был. Вот. И оплодотворение 9 из 9 это 100%. Расстояние 6 километров было до нуклеусов. Оплодотворение произошло из 9 семей 8. Ну, практически то, что до 6 километров в радиусе, если есть труднена не только на вашей пасеке, а если рядышком еще пасека есть, и вы просто у вас любительское дело, то вы не переживайте, если даже на вашей пасеке одна семья или две, а рядом стоят 10-15 семей, то они обязательно на расстоянии 6 километров практически все спарятся. Ну, из 9-8 спарилось. Это значит 89%. На расстоянии 9,8 километра из 9 спарилось, оплодотворилось 6 семей. Ну, тоже неплохо до 10 километров, если от вашей пасеки до 10 километров есть еще одна пасека. То есть, на этом расстоянии практически вы тоже будете иметь спаривание, если у вас нету ваших трудней. Ну, дальше смотрим. 12,9 километра, это почти 13 километров. Из 12 семей на 15-й день никто не спарился, не оплодотворились. На 15-й день. Аж на 23-й день, предыдущие все на 15-й день, на 15-й день это не откладывали яйца, что я прочитал предыдущий день. Вот, если 13 километров, на 23-й день из 12 семей только 3 семьи и матки смогли долететь. На 23-й день они только начали ложить яйца. Смотрим дальше. 16 километров. 16 километров аж на 31-й день матки начали класть яйца. И сколько, вы думаете? Из 12 нуклеусов только смогли оплодотвориться 3 матки. 3 матки. 16 километров 3 матки. И то они стали класть яйца только на 31-й день. Итак, друзья мои дорогие. Вот такой вывод. Это весьма интересная информация для тех, кто особенно старается поддерживать свою пасеку элитную. И если на расстоянии от ваших семей находится пасека через 16 километров, то вы практически можете поддерживать свою пасеку в достойном состоянии элитного качества, как говорится. 16-18 километров. Если больше, то уже без разговоров проходит ваша элитная партия. Если вы не хотите поддерживать свою пасеку или не можете, и рядом с вами находится до 18, на 14 километров, на 12 километров, в радиусе у вас есть еще пасеки, то хотите ли вы, не хотите ли вы, то пчелы могут спариться с вашими матками, вернее, трудни могут спариться с вашими матками, и вы можете иметь не элитную семью. Ну, как говорят пчеловоды, дворняшки. Итак, друзья, это вот об этой системе. Еще могу рассказать вам. Один читатель делится исправление трутовочных пчелинных семей. Что же каждый имеет право поделиться, потому что каждый метод имеет своеобразный подход и свой сезон, когда можно эту семью исправлять. Для исправления трутневших пчелиных семей я отбираю все рамки, стряхиваю с них пчел в тот же улей и, дождавшись вечера, отставляю улей с этого места на 2-3 метра в сторону. То есть днем струсил все рамки, всех пчел, все пчелы знают, что это их место, слетается на ночь, но рамок не одной. Он закрывает улик и отставляет на другое место. На его место ставлю другой улей и переношу в него из нуклеуса две рамки с пчелами и с плодной маткой. Струсил старый улик, убрал на другое место. На это место поставил новый улик и перенес туда две рамки с пчелами с расплодом из матки и с нуклеусом. То есть это небольшая семеечка, так сказать. Что производится дальше? На следующий день пчелы, вылетевшие из трутовочной семьи, возвращаясь, попадают в улей с маткой и небольшим количеством пчел. Это старая семья была, он ее отставил в сторону, а здесь поставил. Пчелы возвращаются и назад залетают в свою семью. Залетая в свою семью, вернее на свое старое место, они попадают в другую семью, вот эти две рамочки и матка, вот. Если пчел трутовок при этом окажется много, то я делю их пополам, часть высыпаю вечером, а остальных утром. То есть туда, куда он собрал старый улик пчел, он их отпускает и видит, что их пчел тут полно, поделил пополам, часть высыпал вечером, они все взлетели, залетели в этот, а на другой, а утречком выпустил остальных и остальные залетели. Таким образом он исправляет трутовочные семьи. Смотрим, что он тут, чем он дальше делится. Пчелы трутовки, находясь сутки без рамок и без корма, утрачивают способность класть яйца и постепенно переходят на сбор взятков. Вполне, вполне правильный вывод. Пчелы, когда они кормят матку, нормальную матку, даже если они не кормят, она перестает класть яйца. А если пчелы сами не едят, голодные, и пчелок трутовок не кормят, то вполне допустимо, что они перестают класть яйца. Но это еще... и у них нету ситуации такой, чтобы рамок-то нету. Куда класть яйца-то? И так что это вполне приемлемый вариант. Исходя из того, что многие пчеловоды делились, я считаю, что этот вариант вполне 100% работоспособный. Таким способом я исправил 12 семей. Вот этот человек говорит. Несмотря на безвзяточный период, все 12 семей успешно приняли мата. Итак, друзья, вот такое вот видео сегодня. Нравится вам? Ставьте лайки. А кто хочет еще что-то новенькое, задавайте вопросы. Если будет у меня возможность, мы сделаем вам эти видео. Подписывайтесь. Я стараюсь дать разнообразие разной информации для вашего, так сказать, возраста пчеловодного. И чтобы вам легче было управляться с пчелами и была радость в душе. Удачи. До встречи.